В Шотландии проходит исторический референдум о независимости. В голосовании могут принять участие более 4 миллионов человек. Ожидается рекордная явка избирателей. Согласно последним опросам, противников отделения от Великобритании немногим больше, чем сторонников. Если шотландцы проголосуют за выход из Соединенного Королевства, Шотландия будет объявлена независимой страной в марте 2016 года. Представители АФК-системы обжаловали действия следствия по делу Башнефти. Корпорация направила жалобы в различные инстанции, в том числе в прокуратуру, пишет Интерфакс. Накануне российский следственный комитет поместил главу АФК-системы Владимира Евтушенкова под домашний арест. Бизнесмены обвиняют в отмывании денег. На вооружении сепаратистов в Донбассе могут находиться новейшие системы ПВО из России. В августе немецкая разведка зафиксировала на территории Восточной Украины системы ПВО «Панцирь», которые не находятся на вооружении украинской армии. Об этом сообщает немецкая газета «Бильд». Остается неясным, кто обслуживал эти системы ПВО. Спецслужбы Австралии провели крупнейший в истории страны антитеррористический рейд. По подозрению в экстремизме задержано 15 человек. По данным спецслужб, сторонники радикальных исламистов планировали совершить в Австралии несколько демонстративных убийств. Более 50 стран могут присоединиться к Международной коалиции против террористической организации «Исламское государство». Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в Сенате. Барак Обама, в свою очередь, подтвердил, что Вашингтон не будет отправлять свои войска для участия в наземной операции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова